Мировой суд, судебная система, система государственных органов, в чьи обязанности входит осуществлять правосудие на территории государства. Согласно с Конституцией РФ вся судебная власть России представляет собой целостную единую систему. Отличием судебной власти от любой другой состоит в том, что в полномочия органов правосудия не входит управление и создание новых законопроектов. Характер деятельности и полномочия. В зависимости от спора, который рассматривается, суды РФ делятся, Конституционный суд РФ, органы правосудия общей юрисдикции федеральные, суды, мировые судьи, военные суды, арбитражные суды, мировой суд, это первичное звено, низшее в системе судов общей юрисдикции, которое рассматривает дело в упрощенном виде. Процедуры небольшие гражданские административные, уголовные дела. В Конституции России, в законе о судебном деле и законе о мировых судьях четко прописаны все полномочия, характер деятельности и должности. Внимание! В данное время в нашей стране нет такого обозначения, как мировой суд, в законодательной базе используют термин мировой судья. Это часть единой судовой системы, робота таких судьей оплачивается с федерального бюджета. Классификации судов, как и к любому должностному лицу, к этим служителям закона выдвигаются требования. Такую должность может занимать. Только гражданин РФ, с высшим образованием в области юриспруденции, с отсутствием судимости и безуголовного преследования. Судья, не может иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Также человек с ограниченной трудоспособностью или недеоспособностью, не может занимать такой пост. Судья не должен иметь какую-либо зависимость, токсикомания, наркомания, алкоголизм, психические заболевания, или же лечится от них. Перед назначением в обязательном порядке проводится проверка на присутствие у кандидата хронических заболеваний, которые могут помешать выполнению полномочий. Что касательно возрастного ограничения, то судью им может стать человек, достигший. 25 лет и имеющий юридический стаж более 5 лет. Еще одним требованием, которое выдвигают к кандидату, безупречная репутация. Отличительные атрибуты. Кандидатам в мир. Суд РФ предстоит сдать специальный экзамен, а также нужно будет получить рекомендацию от других судей, регионального или федерального. Если у кандидата уже был опыт работы на такой должности, то от этого он освобождается. В мировой юстиции находятся судебные участки мировых судей с численностью населения 15 тысяч человек. Полномочия выполняются в четко прописанном порядке. Вот их краткий список. Основное – осуществление правосудия. В их полномочия также входит контроль за законностью и обоснованностью. Решений, которые приняли местными органами и должностными лицами, также осуществляется контроль за исполнением всех вынесенных судебных. Решений. Принятие участия в формировании судебных обществ. Функции судьи. К функциям мирового служителя Фемиды причисляют, уменьшение нагрузки на районные и федеральные суды, путем рассмотрения марких дел. Мировые судьи всех субъектов России имеют одинаковые полномочия. На такую должность лицо выбирают жители района, которые территориально относятся к этому судебному участку. Есть еще один вариант назначения через законодательных орган. Судья рассматривает дело и ведет протокол заседания 1. Его контролирует районный суд, более подробно о функциях можно найти, зайдя с ПК на официальный портал, сайт, мостсуд.ру. Дело, которое рассматривает этот орган правосудия. Соответственно своим функциям данная инстанция может заниматься такими процессами, которые подаются на рассмотрение мировому судье. Они прописаны в нормативном акте. В его компетенцию входят такие дела. О выдаче судебного приказа. О разводе, если родители договорились с кем останется ребенок. О, разделе совместной недвижимости при разводе. Дело, которое вытекают из семейно-правовых отношений, кроме дел связанных с отцовством. Материнством, усыновлением. Дело по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 минимальных размеров оплаты труда. Установленных законом на день подачи заявления. Дело касательно отношений между работником и работодателем. Исключением является. Дело о увольнении и восстановлении, а также коллективные споры. Дело, которое рассматривают и помогают определить порядок определения. Пользование имуществом. Другие дела, которые касаются федеральных законов, входящих в их компетенцию. Причинение ущерба здоровью. Или имуществу, совершенное по неосторожности. Причинение легкого вреда здоровью умышленно. Угрозы физическим насилием. Клевета и оскорбления. Заражение ВИЧ-инфекцией и ряд других нарушений против человека, которые законом караются не очень строго. Самая объемная часть из всей работы в компетенции мирового судья, это административные нарушения. К примеру, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте, нарушение правил дорожного движения, небольшая. Кража, разрешение споров между потребителем и продавцом и другие. Зал суда, также в их компетенции рассматривать свои собственные дела, связанные с гражданским правом, если возникли новые обстоятельства. Они уполномочены рассматривать большую часть административных дел. Соответственно, с первой частью Уголовного кодекса, МИР, Суд может рассматривать уголовные дела, максимальное наказание которых может быть 3 года заключения или штраф, сумма которого не превышает 100 000. Внутренняя структура Работу судьи координирует и контролирует специальный аппарат, который устанавливает структуру и утверждает штатное расписание согласно закону субъекта РФ. В зале заседаний мировой судья носит отличительные знаки государственной власти РФ, который присущий именно этому субъекту РФ. Мировой судья во время осуществления своих полномочий в зале суда находится в мантии, также на нем могут присутствовать другие символы, присущие его должности, которые предусмотрены законом. Справедливое вынесение приговора, правосудие, это одно из основных функций, которую выполняет каждое государство, которое направлено на защиту и обеспечение безопасности своих граждан. В свою очередь, граждане обязаны соблюдать нормативные акты и не подвергать опасности других членов государства. На правосудие вправе надеяться и каждой поданной государства, предоставляя официальным инстанциям возможность разбираться в спорных ситуациях и наказывать виновных.